Последствия секс-скандала. По данным американской прессы между Дональдом Трампом и его супругой серьезный конфликт, а на публике они только имитируют хорошие отношения. Я напомню, президентский юрист накануне дал интервью, в котором рассказал, что его шеф платил отступные своим пассиям. Продолжит Дмитрий Анопченко. Это давняя традиция. Появляясь на публике, президент и первая леди держатся за руки. Если за ними следят телекамеры, то во время любого выхода в свет глава государства берет ладонь жены в свою руку, чтобы показать стране, они любящая пара, а значит достойны доверия и подражания. Так всегда поступали Барк и Мишель Обама, их предшественники Джордж и Лора Буш и даже Билл и Хиллари Клинтон. В разгар скандала с Моникой, когда первая леди была разъярена, она сочла своим долгом на публике поддерживать супруга. Дональд и Мелания Трамп тоже первое время следовали традиции. Но сейчас пользователи соцсетей провели свое расследование и установили, имитируют. В последние недели постоянно появляются фото, на которых создается впечатление, что пара по-прежнему держится за руки. Но если снимок укрупнить, то становится понятно. Просто играют на публику. Пользователи соцсетей постоянно вылавливают такие фотографии. Каждый раз пальцы супругов едва соприкасаются, но ладони расположены так, что сторонний наблюдатель не заподозрит подвоха. В сети даже новый термин придумали. По аналогии со знаменитым выражением Трампа – фейк-ньюс. Фейк-хендшейк – фальшивое рукопожатие. Журналисты, входящие в пресс-пул Белого дома, подтверждают эту информацию в соцсетях. Говорят, Мелания Трамп сейчас очень тяжело переживает скандал вокруг прежних увлечений мужа. Она человек, для которого важно общественное мнение, важно, что люди думают, и она очень сильно обижена. И сотрудники протокола Белого дома еле-еле уговорили первую леди, хотя бы на людях, все-таки делать вид, что они с президентом идут рука в руку. Ну, а значит, и живут душа в душу. Сумеет ли президент растопить лед? Скорее всего, приложит для этого все усилия. Ведь на фоне многочисленных скандалов, разоблачений и расследований, которые бьют и по рейтингу, и по имиджу, ему очень важно сохранить семейную жизнь. Ведь в Америке образ счастливой первой пары – одна из составляющих успеха, если хочешь баллотироваться на второй срок. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».